Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Если вы еще на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезного и интересного о том, что касается выбора и приобретения поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если вас интересуют автомобили в наличии, либо наши вакансии, или еще какая информация про компанию, все это вы можете посмотреть, пройдя по ссылочкам. Будут они в описании под роликом. Наш сегодняшний обзор посвящен тем, кто ищет для себя компактный хэтчбэк с левым рулем и автоматической коробкой передач. Этот автомобиль не особо широко распространен на вторичном рынке, и причина тому изначально небольшие его тиражи. Но, тем не менее, машинка представляет собой интерес. И сегодня попробуем разобраться, почему в нашем обзоре об основных плюсах и недостатках Nissan Teida в кузове C13 второе поколение. Второе поколение Teida в кузове C13 выпускалось на российском заводе Ishmash. Причем довольно непродолжительный период с 2015 по 2016 год параллельно с одноплатформенным седаном Sentra. Модель представляет собой акклиматизированную для России версию европейского Nissan Pulsar. Российскому потребителю автомобиль предлагался с одним-единственным двигателем бензиновым объемом 1,6 литра на 117 лошадиных сил и 158 ньютонометров крутящего момента. Коробки передач на выбор пятиступенчатая механика, либо вариаторного привода, только передний. Сегодня у нас на подъемнике автомобиль 2015 года выпуска с пробегом 178 тысяч километров и вариаторной коробкой передач. Габаритные размеры второй Teida это длина 4 метра 38 сантиметров, ширина 1,76 метра, а высота 1,53 метра. Колесная база хэтчбэка 2,70 и это отнюдь не маленький показатель. Машина не тяжелая, снаряженная масса всего 1230 килограмм, а максимально разрешенная 1700. Хэтчбэк довольно маневренный, радиус разворота здесь 5,5 метров. Что касается толщины выкокрасочного покрытия, то Teida 2-й генерации окрашена стандартным для большинства японских современных автомобилей слоем. Разброс показаний толщиномера здесь это где-то 87,90-120-130 микрон. При этом практически все кузовные панели, кроме крыши у этого автомобиля, имеют оцинковку и коррозию. Кузов сопротивляется на самом деле очень даже хорошо. Обзор автомобиля внутри по традиции открываем с багажного отделения. Объем багажника от Teida по каталогу 307 литров. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, сколько это в линейных размерах. Ширина проема багажника в его средней части здесь 106 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши порядка 81. Ширина по полу в узкой части 96 сантиметров. А расстояние от спинок сидений до заднего борта здесь 76. Если же нужно увести какой-то габаритный груз, вы можете сложить спинки заднего сидения. Делать это можно из багажника, либо из салона. Но каких-то дополнительных клавиш складывания спинок здесь, конечно, нет. В ровный пол сидения вы не сложите, будет ступенька, но зато полезная длина у вас возрастет. И расстояние от переднего сидения до заднего борта увеличится до отметки 1,60 метра. А если груз узкий и длинный, его можно протолкнуть между передними креслами до самой приборной панели, то расстояние, которое вы можете использовать для его перевозки, где-то 2 метра 37 сантиметров. Так что в плане практичности у этого автомобиля все в порядке. Что касается дополнительных удобств по багажнику, говорить здесь особо не о чем. Только плафон освещения по левой стороне. Ну а под фальшполом в данном случае у нас прячется полноразмерное запасное колесо на штампованном диске и набор штатного инструмента, буксировочная петля, баллонник, вороток и, конечно, домкрат. Ну а теперь про впечатления от интерьера Ниссан Ти до второй генерации. Попадая сюда, можно отметить пару вещей. Первое – это мягкий пластик приборной панели, который продавливается пальцем, причем свободно, хотя нижняя часть панели все-таки жесткая. Так же, как и центральный тоннель и дверная карта. А второй момент – это довольно удобные сидения. Причем сидения здесь плотные, не жесткие, а именно плотные. Хотя и плоские в плане профиля. Особо боковой поддержки тут не ощущается. Что касается удобства посадки. При моем росте 1,86 м мне удалось достаточно быстро устроиться за рулем удобно. Рулевая колонка у Ти до имеет регулировки, причем как по наклону, так и по вылету. Правда, колонка очень тяжелая, и когда вы снимаете стопор, она буквально падает вам в руки. Так же при моей регулировке водительское сидение оказывается сдвинутым максимально назад. Но его можно еще опустить при помощи лифта. И таким образом вы получите достаточное пространство для ног. В максимально отодвинутом назад и вниз положении сидения я спокойно вытягиваю левую ногу. Она полностью выпрямлена в колене, и носком я еле-еле дотягиваюсь до моторного щита. Так что подобрать нормальную посадку у большинства водителей здесь все же получится. Что касается опор под локти, все в порядке. На левой стороне у вас присутствует подлокотник, причем на дверной карте он отделан тканью и при этом не твердый. Ну а крышка центрального бокса имеет отделку искусственной кожей. Подлокотник регулируется. Можно выдвинуть его подальше, вперед, если это требуется. Даже в старших комплектациях интерьер Ти до не перегружен клавишами. На левой стороне у нас стандартный блок управления стеклоподъемниками, водительское стекло с авторежимом. Боковые зеркала электрические, правда они не имеют функции складывания. Также слева от руля пристроилась клавиша регулировки яркости подсветки приборов. Подрулевые переключатели здесь стандартные и в принципе их расположение не вызывает нареканий, как и шумность работы, например. На руле у нас присутствуют клавиши управления мультимедийной системой и телефоном, которые можно подключать сюда через Bluetooth протокол. Мультимедия абсолютно стандартная, это самая обычная магнитола, которая умеет читать компакт-диски и радиоприемник. В этом автомобиле климат у нас автоматический, причем двузонный, левая и правая сторона регулируются по отдельности. Клавиши сгруппированы логично, привыкать к нему не придется, плюс присутствует индикация на экране. Чуть ниже под декоративной крышкой пепельница и разъем прикуривателя, стандартный селектор коробки передач с прямой прорезью, клавиши подогрева в сидении и обычный механический ручник. Вот, собственно говоря, и все. Так что запутаться в клавишах при всем желании здесь не получится. Кстати, комбинация приборов у этой машины сильно отличается от японских Nissan Note в кузове E12. Здесь 4 аналоговых прибора с хорошей оцифровкой, комбинация читаемая, подсветка абсолютно не раздражает глаза, плюс присутствует дисплей бортового компьютера с крупным, хорошо читаемым шрифтом. В плане подстаканников, бардачков и прочих мест для хранения в этом автомобиле есть, что называется, необходимый минимум. Два подстаканника у нас располагаются справа от рычага стояночного тормоза на центральном тоннеле. Бокс в центральном подлокотнике очень маленький, там, кстати, присутствует разъем для подключения устройства через AUX и USB-розетка. Основной перчаточный ящик по ниссановской традиции очень и очень глубокий, и сложить сюда можно много чего. Чтобы дотянуться до днища бардачка, придется отрывать спину от сидения. На потолке присутствует футляр для очков, ну а внизу дверных карт длинные карманы, передняя часть которых отформована под стаканник или бутылку. Что касается обзорности, то зеркала у этого автомобиля на самом деле могли бы быть побольше, плюс форма зеркала, зауженная к краю. Однако для городского вождения, в принципе, они достаточно. Линия бокового остекления здесь низкая, капот практически невидим, причем из любого положения сидения. Однако к обзорности вперед, по большому счету, вопросов нет, хотя передние стойки здесь достаточно широкие. Ну а с парковкой задним ходом, конечно, здорово помогла бы камера заднего вида, если бы она здесь была. Хотя и без нее парковаться не так уж сложно, благо это кузов хэтчбэк, который заканчивается практически сразу за задним стеклом. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается обстановки на заднем сидении второй Тииды. Хэтчбэк первого поколения выгодно отличался от аналогов тем, что имел продольную регулировку заднего сидения, а также возможность регулировать спинку по углу наклона. Ничего этого в обновленной версии больше нет. Угол наклона спинки здесь не регулируется, да и вперед-назад вы сидение не подвинете. Зато при моей регулировке и моем росте 1,86 м, когда я сажусь сам за собой, я не достаю коленями до спинки сидения. А даже если бы колени упирались, кресло здесь мягкое, поэтому дискомфорта это не причинило бы. Само заднее сидение плоское, поэтому спокойно размещайте здесь третьего пассажира. Комплект ремней безопасности также этому способствует. На полу есть туннель, но он небольшой высоты. Место для ступней ваших ног под передними креслами также в наличии, причем достаточно много. Не сказать, что эта машина радует задних пассажиров какой-то роскошью, но подлокотники тут присутствуют. Включая, кстати говоря, и центральный, в котором имеются два подстаканника. Есть небольшая полочка в центральном боксе, более никаких удобств здесь нет. Кстати, запас пространства над головой у этого автомобиля весьма солидный. Можно ли отправляться в дальнюю дорогу на заднем сидении второй Тииды? Однозначно да, причем даже с комфортом. Что касается двигателей под капотом второй Тииды, здесь располагается один единственно возможный агрегат. Объем 1,6 литра, 117 лошадей, 158 нитонометров крутящего момента. Это HR16DE. Самый обычный простой рядный четырехцилиндровый мотор, без каких-либо дополнительных систем и ухищрений. Привод ГРМ здесь цепной, ресурс цепи около 200-250 тысяч километров, что по нынешним меркам неплохо. Гидрокомпенсаторов нет. Раз в 100 тысяч есть вероятность заниматься регулировкой клапанов. Принцип регулировки подбор толкателей. Фазовращатель только на впускном распредвалу, а впрыск топлива самый обычный распределенный, без каких-либо дополнительных заморочек. Допустимый бензин здесь АИ-92. Пожалуй, самая дорогостоящая проблема на этом двигателе, с которым может столкнуться владелец, это расход масла на угар. Причем, как правило, связано это с залегшими маслосъемными кольцами. Из дополнительных, не очень критичных проблем, это прогар прокладки приемной трубы глушителя, в результате чего машина приобретает спортивные нотки в плане звучания, но прокладка недорогая, меняется не так уж и сложно. А также небольшой ресурс опор самого двигателя, плюс вопрос со стороны навесного оборудования, приводного ремня, роликов и так далее. То есть, ничего критичного, угрожающего здоровью поршневой в данном случае нет. Мотор надежный и способен отъездить под 300-350 тысяч километров железно. В паре с ним работают механические, либо вариаторные коробки. Механика носит индекс RS5F92R. Это пятиступка, и сама по себе в сочетании с малообъемными моторами она очень живучая. Более 250 тысяч километров пробега. Масло в механическую коробку заливается чуть-чуть, всего 2,3 литра. Интервал замены 50-60 тысяч километров. При осмотре машины с механикой обратите внимание на то, чтобы у вас нормально включалась пятая передача, поскольку встречаются проблемы с вилкой выбора передач. То же самое касается и работы тросового механизма выбора передачи. На больших пробегах он может нуждаться в обслуживании. Ну и, конечно, никакого постороннего гула от изношенных подшипников. Что касается вариатора, то здесь стоит Jatka JF015E. Тот самый изначально не очень удачный гибрид двухступенчатого автомата и вариаторной коробки. Правда, большую часть нареканий эта трансмиссия успела собрать на автомобилях Nissan Juke первых лет выпуска. А к 2015 году, когда появилась вторая Tiida, трансмиссию доработали в сторону усиления. Поэтому здесь вы можете смело рассчитывать на ресурс 160-180 тысяч километров. А то и больше при условии регулярной замены рабочей жидкости и разумного подхода к эксплуатации автомобиля. Ну а теперь, перед тем, как посмотреть на вторую Tiida снизу на подъемнике, о дорожном просвете. Это, кстати, одно из ключевых различий между российской и европейской спецификацией модели. Для нашей Tiida значение клиренса 155 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствуют ли эти данные действительно. Низшая точка в данном случае располагается под защитой моторного отсека. И до нее 15 сантиметров. А вот край переднего бампера находится выше 19 сантиметров. Расстояние до порога за передними колесами 17. В задней части 20 сантиметров. Задний бампер находится на уровне 26 сантиметров от земли. Но здесь у нас свисает довольно низкая банка глушителя. Поэтому при парковке к высокому препятствию, не к стандартному поребрику, а именно к высокому препятствию, будьте внимательны, чтобы не зацепиться выхлопной системой. Что касается ходовой части, то у Tiida подвеска достаточно комфортная. Она больше заточена именно под такое передвижение, а вовсе не под управляемость. Что касается конструктива, традиционная схема для автомобилей этого класса. Макферсон спереди. В российской спецификации, по заверению производителя, используется усиленный стабилизатор поперечной устойчивости. И, кстати, его компоненты, стойки и втулки, практически единственные расходники здесь. Во всяком случае, были таковыми на пробегах до 100 тысяч. На пробегах за 100 тысяч километров уже есть шанс поменять, например, шаровые опоры. А в данном случае, по задумке производителя, меняться они должны вместе с рычагами. Либо потребуется перепрессовка на дубликатную запчасть. Рулевая рейка в данном случае полностью электрическая. Соответственно, никаких проблем с протечками шлангов гуру и так далее здесь уже по определению не будет. И это хорошо. Что касается антикоррозийной обработки автомобиля российского происхождения. И в данном случае антикорром днище все-таки обработано с завода. Причем не только само днище, но и пороги тоже. Причем это касается в том числе и центральной части, которая на машинах, например, для японского рынка, обычно ничем не защищена. Несмотря на возраст автомобиля, а машина 2015 года, каких-то следов коррозии по низу в данном случае мы не наблюдаем. В задней части автомобиля мы видим топливный бак, расположенный перед задней подвеской. Он пластиковый, его объем 52 литра, пластиковая здесь также и заливная горловина, вернее резина пластиковая. Поэтому вопросов по ее коррозии здесь в принципе не будет. Задняя подвеска это самая обычная балка, два соленблока, амортизаторы и пружины разнесены отдельно друг от друга, что облегчает замену компонентов. Задние тормоза у автомобиля дисковые. Ну а что касается антикоррозийной обработки, естественно и в задней части машина также имеет слой защиты с завода. Таким мы увидели сегодня автомобиль Nissan Teida 2-го поколения 2015 года выпуска с мотором 1.6, вариатором и пробегом 178 тысяч километров. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы проехали, не одну сотню тысяч километров вам есть, в чем нас поправить и в чем дополнить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобной машины, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Если обзор оказался полезен, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и пишите, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем канале в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас добыть и отснять. На этом все. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok